Проблема надежности эксплуатации опорности ржевых изоляторов весьма актуальна. Их разрушение приводит к авариям, вплоть до полного погашения подстанции, нередкий случай травматизма и даже человеческих жертв. 35-40% разрушений изоляторов происходит во время переключений. Разрушаются изоляторы всех типов и старые ОНС, СТ, ОСТ, ОКО и новые ИОС. В 1992 году во ВНИИ электроэнергетики на основе многолетних исследований разработан акустикоэмиссионный метод контроля состояния опорных ржевых изоляторов. И на его основе прибор акустикоэмиссионного контроля ПАК-3. Акустикоэмиссионный метод основан на регистрации акустических сигналов, генерируемых в материале развивающейся трещиной, и определении по их параметрам количества и степени развития дефектов в изделии. Развитие опасной трещины, которая способна привести к излому изолятора, можно обнаружить с помощью эффекта Кайзера. Которая заключается в том, что при двукратном механическом нагружении активность акустикоэмиссии в втором цикле практически равна нулю в доброкачественном изделии, и велика, если в нем имеется растущая магистральная трещина. Контроль состояния опорнотержевых изоляторов выполняется по следующей методике. На верхних фланцах двух изоляторов полиса разъединителя укрепляет механическое стяжное устройство с динамометром. На фарфоре этих изоляторов акустикоэмиссионные датчики, которые кабелями подключаются к измерительному блоку прибора ПАК-3. Он двуканальный, что позволяет контролировать одновременно два изолятора полиса разъединителя. Прибор улавливает сигналы акустикоэмиссионных датчиков, усиливает и обрабатывает их, и отображает на цифровом табло текущее значение активности акустикоэмиссии. Заранее выбирается испытательная нагрузка. Она не должна превышать максимальную нагрузку, которую может в неблагоприятных случаях испытывать изолятор разъединителя в эксплуатации. Как известно, разъединитель комплектуется такими изоляторами, минимальная разрушающая нагрузка которых в 2,5 раза больше максимальной эксплуатационной нагрузки. Таким образом, испытательная нагрузка должна быть равна 40% минимальной разрушающей нагрузки для данного типа изоляторов. При постоянной испытательной нагрузке прибор полуавтоматический при нажатии кнопки измеряет суммарную активность акустикоэмиссии за 10 секунд и отображает ее значение на табло. Испытание всех изоляторов разъединитель 110 кВт залимает 15-30 минут. Не требует высокой квалификации персонала и последующей обработки результатов испытаний. Невысокий уровень испытательной нагрузки не вызывает повреждений доброкачественных изоляторов. Недопустимо эксплуатируют фарфоровые изделия с магистральной трещины, так как его срок службы трудно прогнозировать, а незначительное увеличение нагрузки приведет к разрушению. Поэтому изоляторы с магистральной трещиной необходимо выявлять и отбраковывать. Изолятор с магистральной трещиной можно выявить по нарушению эффекта кайзера. На основе этого эффекта разработан способ контроля, который позволяет оценить состояние изолятора по активности акустикоэмиссии при постоянной испытательной нагрузке. Проводятся два цикла нагружения изолятора до заранее выбранного значения испытательной нагрузки. В каждом цикле при постоянном значении испытательной нагрузки делается замер активности акустикоэмиссии. При втором замере активность акустикоэмиссии должна быть равна нулю в доброкачественном изделии. Если же в изоляторе развивается магистральная трещина, то, как правило, за время второго замера регистрируются десятки, а иногда и сотни импульсов аккумуляционной эмиссии. Испытание изоляторов-разъединителей проводится на отключенном оборудовании по наряду. Разъединители рабочее место готовят согласно требованиям разделов 4, 5 и 20 правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Работа выполняется двумя лицами. Один испытатель проводит укрепление на изоляторах акустических датчиков, механическом нагружающего устройства, а затем нагружение изоляторов. Другой испытатель должен находиться на земле и оперировать с блоком измерений прибора ПАК-3. Перед началом испытаний производят сборку механического нагружающего устройства. Для этого, вращая ходовой винт, надо слегка упереть хомуты механическому нагружающему устройству в цилиндрическую часть фланцев, обхватить фланцы другими хомутами и стянуть оба хомута с помощью шпильки и гайки. После этого испытатель должен установить на этих изоляторах акустические датчики. Предварительно для лучшего контакта с поверхностью фарфора датчики смазываются техническим вазелином. Обхватывают резинным амортизатором нижнюю шейку изолятора. Затем оттягивают резину и вставляют датчик. Датчик должен быть плотно прижат к фарфору всей площади поверхности. Перед началом цикла нагружения нажимается кнопка «Впуск». Производится первый цикл нагружения. Вращением ходового винта механического нагружающего устройства плавно увеличивают нагрузку на изоляторы до порогового значения. Производят выдержку при постоянной нагрузке в течение некоторого времени. Нажимается кнопка «Замер». Через 10 секунд на табло появляется значение активности акустационной эмиссии. Количество импульсов в доброкачественном изделии не должно превышать 10. В случае появления на индикаторе нулей второй цикл нагружения можно не проводить. Если активность акустической эмиссии превышает порог, проводится второй цикл нагружения. Нагрузку снижают вдвое. Производится замер активности акустической эмиссии. Во втором цикле нагружения на индикаторе могут появиться нули. Это срабатывает эффект кайзера. Что означает, что изолятор не имеет развивающейся магистральной трещины. И он признается годным. Если во втором цикле нагружения акустической эмиссии растет скачкообразно, это означает, что в фарфоре наблюдается рост магистральной трещины, дефектный изолятор бракуется и в короткие сроки заменяется. До замены все операции с таким разъединителем запрещаются. Результаты акустико-эмиссионного контроля заносят таблицу, на основании которой составляется отчет. Материал контроля хранятся до проведения следующих испытаний. Таковы особенности методики акустико-эмиссионного контроля опорно-стержневых изоляторов. Продолжение следует...